Всем привет! Сегодня будем говорить о серебре, которое содержится в частности вот в таких тумблерах. Для тех, кто вообще не в курсе, коротко объясню. Этот перекидной переключатель тумблер TV1-2 имеет два положения. Включено, выключено. Предназначен для цепей постоянного и переменного тока до 5 ампер и перегрузкой до 10 ампер. У меня их три штуки разных годов. 1976 год, 1989 и один я предварительно уже разобрал, 1985 год. Согласно справочнику, содержание серебра там 4,7 грамма, насколько я помню. Вот и решил проверить, соответствует оно или нет заявленному. К тому же серебро в последнее время очень сильно подросло. Для тех, кто не знает, напомню, на данный момент цена серебра на бирже металлов около 28 долларов за троицкую унцию. Тройская унция, кто не знает, это 31,1. Ну, сократить можно грамма в одной тройской унции. Но я сейчас не буду высчитывать конкретно там сколько и чего. Просто я покажу, что было в этом тумблере, какое содержание, какое серебро там содержится. Взвесим его и коротко расскажу по цене, какое серебро почем. Оно бывает разных видов. Так, приступим. Вот такие вот детали удалось снять с этого тумблера. Вот это вот алюминиевый корпус. Вот это вот латунь, на которых было серебро на меди. В частности, вот оно. Вот это вот серебро, оно на меди. Цена у него самая маленькая. Тут 25% серебра. Цена в среднем 12 рублей за грамм. Ну, а дальше считайте. Я вам вкратце сказал, там сколько килограмм в 100 граммах. Далее. Вот это серебро магнитное. В нем 60%. Цена у него 29 рублей за грамм. Но опять же, цены меняются. Еще раз повторю, там плюс-минус. Это я вам на сегодняшнее число говорю. Ну и самое дорогое, вернее, самое дорогое, которое здесь. А вообще, есть еще дороже серебро. Это немагнитное серебро 80%. Цена такого серебра 39 рублей за грамм. Давайте для примера взвесим. Сколько здесь получилось. Почти 3 грамма. Ну, грубо говоря, рублей на 80 вот здесь вот. Я уж точно не буду высчитывать. Примерно говорю, что вот здесь рублей на 80 серебра 80-й пробы. Еще что хотелось вам сказать, так это то, что серебро в контактных парах, выключателях, кнопках используется механическое, техническое. Оно имеет частоту от 60 до 65%. В списке мер это проба от 600 до 650. Такое серебро считается низкой пробы для введения лигатуры, которая повлияла бы на его магнитные свойства. Это я сейчас вам рассказал о вот таком серебре магнитном. Существует и немагнитное техническое серебро. Это вот это. Его частота уже почти 875-й пробы. И составляет в среднем 800-850-ю пробу. Этот металл используется почти повсеместно. Но он существенно уступает 925-й более высокой пробе по своей востребованности. Ну, еще вычитал такую информацию, что если вот эти вот гантели внутри полые, то там чистое серебро 999-й пробы. Оно, соответственно, еще дороже. А конкретно такая проба, а также анодное серебро еще бывает, стоит примерно 48 рублей за грамм. На этом обзор закончен. Всем, кому было интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Также хочу напомнить своим подписчикам, особенно тем, кто подписался недавно, что на моем канале уже есть более 40 видео о разных радиодеталях, которые содержат драгоценные металлы. Можете зайти и посмотреть. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok